Столешница будет садиться на 5 стяжек, и нужно угадать 5 отверстий, расположенных в стенках, боковинах. И я придумал маленькое приспособление. Вот это пружинка с заточенным кончиком. Пружинка чуть-чуть меньше диаметром, чем отверстие для установочных винтов. Вот это место, вот сюда должно попасть 5 таких винтов. А здесь эксцентрики стоят. Вворачиваем вот так пружинку. Стол будет перевернут, лежать на столешнице. И вот такими поворотами можно будет наметить отверстие, потом найти у них центр и посверлить. Заканчиваю разметку столешницы. Подстяжные винты. Не знаю, насколько удалось, а вот с пружинкой. Сейчас будем мерить. Очень хотелось бы, чтобы столешница попала. Попала. Но это еще не все. Надо, чтобы эксцентрики правильно легли. Притянули. Немножко везения никому не повредит. Все совпало. В зоне вытяжки разуровнули. Ну вот, наконец, рабочий стол в сборе. Правда, не наполнен и стоит не на месте. Съем пленки защитной. На этот раз я обязательно оставлю дочке. Вот здесь еще один элемент, я не показывал его. Здесь он находится. Это рабочий планшет. В который я выкладываю инструмент, детали. Вставляется под ящик. А это корова безрогая, легнувшая старого пса без хвоста, который зашиворот крепит кота. Это планка. Декоративная планка, которая шарнирно сопрягается со второй столешницей, которая, прилегая к основному рабочему столу, образует некое полузагнутое пространство. Вот левую руку. У меня и раньше это было. Ну, теперь это из более декоративно подобранных материалов сделано будет. Говорят, у человека 38 метров кишок в организме. Вот я повытряхивал почти половину изнутри, для того, чтобы произошло историческое событие, замена стола. Еще неизвестно, справится ли со своими функциями молодой стол. Но другого выхода нет, отступать некуда. Руще тяжелый, он полон наконечников. И в ней бабонька. Одинокая обесточенная лампа горюет о своем друге. Упал от устроения у старого тюга. Воет выпрошенная вентиляционная труба. Плачут оставшиеся без приюта предметы. Друзья старого стола. Они как будто говорят, вот ты молодой и наглый, справишься ли ты с той нагрузкой, который унес на своих плечах старый стол. Что ж, король умер. Да здравствует король. Наполнение шермы верхней реальной инструментов. Ну вот шерма наполнена. Каждый предмет имеет свое место. С этим у нас строго свою прописку. Ура! Закричали новоселы. И возрадовалась лампа. По душе пришелся ей новый стол. Или шутюк по-прежнему грустит. Его работа сделана. И теперь он надолго пойдет на полку на антресоле. КОНЕЦ 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 Музыка 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 Сырская превращается в дом отдыха Музыка Вот он торжественный момент открытия девственной поверхности Моя дочка снимает пленку Так, давай, давай Как можно больше захвати К сожалению, столешница оказалась менее твердой, чем предполагалось Я рассчитывал на твердость столешницы 10-летней давности, которая стоит у меня на кухне Но оказалось, что качество уже не то Придется закрывать стекло Ой, как приятно Тебе нравится, Датя? А столешница начинает сверкать Старый стол Нашел нового хозяина Это прекрасный скульптор Елена Кадырова Теперь он будет помогать ей делать что делает Вот еще немного о мелочах Без которых никак нельзя обойтись Например, ложементы для отдыхающего рукава В ночное время нерабочий рукав должен где-то находиться Ложементы сделаны из клипс электротехнический И как раз очень хорошо по форме подходит для укладывания рукава Это рукав РГТ Основной мой рукав А это фаридомовский рукав В работе используется другой ложемент Съемный ложемент Съемный и подвижный ложемент Таким образом укладываются рукава без наконечника И вот так вот с наконечником Если работаешь закрытым кулаком, можно положить так Если работаешь как ручкой, то можно положить с этой стороны Точно так же укладывается рукав фаридома Со своими наконечниками Сюда можно укладывать вращающийся, не остановившийся еще инструмент Он не шумит, лежит на своих резиновых ложах Все элементы управления находятся под правой рукой В одном и том же месте И под правой ногой Педаль фаридома Здесь находятся кнопки Это включение вентиляции Включение двигателя ШМ Включение мини-машины Это блок управления мини-машиной Он совмещает две функции Первая функция это непосредственно управление двигателем Вторая функция здесь два гнезда есть Запитывается вращающийся подиум На котором я делаю видеосъемку фигур Мини-машина вот крепится тоже у нее свой ложемент Она может и в таком и в таком положении Еще одна кнопка включения ленточно-пильного станка Она закрыта ширмой Эта кнопка небезопасная Пила не должна включаться случайно Для грязных работ, грубой стружки и долгой полировки Я использую вот такой вот колпак Руки находятся внутри колпака Стекло позволяет видеть то что делаешь И сверху тоже стекло Пропускает свет лампы И вот такой небольшой защитный элемент Я буду теперь использовать Раньше его не было Для полировки Не на большом кругу А внутри лотка Он тоже практически защищает И компьютер и стенки Не защищает только меня Я при полировке всегда одеваю халат Шапочку Очки защитные Колпак сделан из корыта для шашлыков Ну и еще использую для каких-то целей Я не знаю На хозяйственном ларке купил Возможен также комбинированный вариант Из двух колпаков Малый защищает сам лоток От обрастания пастой А большой позволяет работать без респиратора Вот еще несколько новшеств Прозрачный поддон И кожух для точила Прозрачный для того Чтобы не терять тот свет Который идет из окна Поддон и кожух Тоже изготовлены из хозяйственных сутков Вот это очень важное усовершенствование Наконец Вместо пасеков я поставил поликлиновый ремень С тремя ручейками Сейчас я не думаю о мощности Не переставляю натяжное устройство И не снимаю ремень И вот еще усовершенствование для полировки Этот кожух изготовлен из двух тазиков Тоже куплены в хозяйственном ларке Он надевается вот так вот на вал Поддон оснащен вентиляционным выходом Я сделал третий вид вентиляции Отсоединяем Зофрированную трубу От патрубка Ленточно-пильного станка И присоединяем к третьей Ветве вентиляции Теперь сюда надеваем Полировальный круг Установка готова к работе Все элементы управления Находятся под правой рукой В одном и том же месте И под правой ногой Педаль фаридома Здесь находятся кнопки Это включение вентиляции Включение двигателя ШМ Включение мини-машины Это блок управления мини-машиной Он совмещает две функции Первая функция Это непосредственно управление двигателем Вторая функция Здесь два гнезда есть Запитывается вращающийся подиум На котором я делаю Видео съемку фигур Мини-машина Вот крепится тоже У нее свой ложемент Она может и в таком и в таком положении Еще одна кнопка Включение ленточно-пильного станка Она закрыта Ширмой Эта кнопка небезопасная Пила не должна включаться Случайно Для защиты компьютера Сначала закрывается сам компьютер Но этого я считаю недостаточно При очень грязной обработке Когда летит паста горячая На всякий случай я сделал еще один защитный ролик Который может быть выложен полностью по столу Вот таким образом Потом ткань можно заменить, постирать И вот такая двойная защита я считаю необходима Правильно наверное не ролет, а ролета Так написано на упаковке Сейчас подрежу в размер ткань ролеты И буду организовывать фотоуголок Белая ролета, основной фон и два боковых отражателя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Близится к завершению обновления мастерской Осталось немного Битва за несколько сантиметров Передвижение этой тумбы ближе к окну Но она не мешает в принципе Но немножко отбирает воздух Фасад ширмы я собираюсь украсить Приблизительно вот так Или вот так Очень люблю зеркала В них и красота И какое-то волшебство Я окружил себя зеркалами как в гимнастическом зале И конечно не только из-за любви к ним В левом зеркале дальний план для больших фигур Переднее зеркало Дальний план для шахматных фигур И возможность одновременно видеть фигуру в двух ракурсах Справа ближний план Контроль симметрии лиц Переднее зеркало Это дверка, под которой находится горячий инструмент Дверка подвешена на газовых петлях Чтобы не ударяться при закрытии Монтаж этой дверки был очень интересен Я его не отснял Негде было поставить камеру Можно было конечно и по-человечески Но надо было разобрать все, что примыкает к столу И отодвигать его А это лень И потом мне всегда было интересно Как же вшивает последний пятиугольник в футбольный мяч Итак, основные задачи решены Замаскированный командный пункт Сенсорный моноблок Новая вытяжка, увеличившая производительность в полтора раза из-за отсутствия щелей Система зеркал Система рулет Защитных и для фотосъемки И многие другие более мелкие элементы В конечном счете, создающие комфортные условия для работы Итак, зачитываю последний пункт проекта Наслаждаться работой Выполняю Выполняю Замаскированный командный пункт Замаскар У наслаждаться Ваши Продолжение следует...